Здравствуйте дорогие друзья, мои подписчики, я Роман Головин и хотел бы сегодня с вами поговорить о выборе. Я вкратце уже касался этой темы в некоторых лекциях, ченнелингах. Многие боятся очень выбора в жизни, то есть люди как-то привыкли, что внутри они что-то ощущают, кто-то их ведет, подсказывают. Да, когда человек еще не очень развит, либо у него есть какие-то сбои в программе, там темные например, какие-то блоки, эгрегоры, энергетические блоки, то есть человек боится, то есть боязнь, вот я один, мне не получится, не надо ничего бояться, надо смело идти вперед. Когда есть выбор, это наоборот хорошо, выбор духовного развития, когда у человека не прописан план духовного развития, когда у человека есть выбор работы, семьи, детей, то есть это вообще прекрасно, сами сущности они наоборот говорят. То есть когда мы являемся заложниками какой-то программы, мы уже ограничены, то есть нами руководят, на ниточке дергают, англо-хранитель должен подсказывать различными методами. Либо у вас интуиция работает, либо вы уже являетесь каким-то начальным контактером, что можете сами брать информацию свыше от англо-хранителя, от ваших учителей. И таким образом вы сами проводите коррекцию своей программы. В последнее время программа все чаще и чаще переписывается, мы быстрее и быстрее развиваемся. Вот мы когда с Анастасией начинали, открыть третий глаз, открыть третий глаз, открыть третий глаз, сейчас открыть пятый глаз, открыть седьмой глаз, открыть четвертый глаз. То есть уже чувствуется, да, идет прогресс, мы начинаем расти, земля расти, вибрации земли растут и мы растем. И когда человек в течение нескольких программ или нескольких жизней выполняет все правильно, естественно мы его учителя одобряем. говорят молодец теперь ты на отдыхе у тебя есть выбор либо у него есть программа но у него там выбор например как духовно развиваться либо выбор работ какой то то есть человек выполнял программу сделал сверх того чего допустим просили сущности поэтому ничего плохого в этом нет мы двигаемся дальше до многие люди это не могут интерпретировать у кого-то даже есть какие-то определенные чувства и у клиентов некоторых которые постоянно пишет мне на канале то есть чувство свободы их пугает чувство выбор их тоже пугает если не понимают что не есть плохо наоборот это хорошо это здорово пытается себя сравнивать другими людьми потому что они не помню что такое программа вот им хочется испытать когда их вот так вот как бы уложить лова и вот этот туннель и вот он по этому туннелю вот нишки не шаг влево и шаг вправо а когда человек имеет выбор на марта классно то есть мы можем сами себе строить жизнь то есть мы как бы удается на какой-то промежуток время творцы сами себе мы творцы до захотел поехал жить там на украину поехал жить на украину захотел поехал жить там на канарские острова захотел поехал нам куда не то не знаю грецию или в сша кто там хочет то есть у нее есть выбор и там ему подходит энергия захотел дом здесь купил захотел дом там купил даже классно когда человек определенная земля должна подойдет с определенной энергии выучишься спрашивать контактера кого-то ищешь там напрягаешься да вот думаешь там какую женщину найти там хочешь рожаешь детей воспитываешь хочешь не рожаешь то есть многие люди которые в рамках программы ограничен они проходят определенные испытания своего рода то есть учитель говорит давай душа развивайся вот ты идешь на эту планету в данный момент да сейчас мы тебе даем такие испытания вот сколько детей родить например там какие-то сверхспособности открыть и об рождается бамс память стерлась отключили от всеобщей доступной информационной матрицы до энергетической и душа попадает в тело развивается ничего не помнит вот если родители не развиты если вокруг ситуация школы не развиты страна не развита естественно очень сложно такой душе дальше двигаться развиваться то есть мы находимся полностью матрицы погруженные и когда человек потихонечку семимильными шагами там пытается в религии уединиться искать правду потом книги начинает искать если это правильно то англохранитель работает направляет его даже в такой в такой мире в такой ситуации душа все-таки потихонечку потихонечку выныривает из этой матрицы но естественно про наш мир можно много рассказывать и бесконечно рассказывать что творят темность этим миром там начиная от неправильного питания которые нам дают вот вакцин каких-то средств гигиены шампуни все воздействует на нас там через воздух и метро его до так называемые естественно мы это все поглощаем и наш организм не способен полноценно думать развиваться там да то есть ему на система работать но это другая тема вот в этом сложном мире тоже своего рода испытания здесь на этой земле прожить пройти все эти уроки идти на такие планеты земля где такого уже нет то есть так чисто духовное развитие там одни светлые там темных плане пускают живут души на природе например да то есть есть учителя которая это учит и все это быстро открывается дальше двигаться здесь да на самом деле то есть такая ситуация что многие из нас они просто буксуют не выдерживает естественно тяжело тяжело до многих людей когда душа еще не очень развита и кажется что все настолько тяжело настолько все непонятно запутано и постепенно когда начинаешь в этом разбираться становится гораздо проще вот допустим для наших учителей ничего невозможного нет когда мы только начинали работать нам казалось что вот есть какие-то рамки здесь 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 и чем выше мы поднимаемся эти рамки расширяются 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 возможности все больше появляется ну и так далее то есть нам проще становится и понимать легче и развиваться легче и учителя навстречу проще как бы туда при изменении программы там есть кто-то желает чем-то в жизни заниматься например развиваться работу применять страну то есть они идут всегда навстречу но помимо желания еще нужно упорство чтобы человек трудился показывал своим учителям что это хочет он двигается дальше и так далее и они это все видят чувствуют и постепенно переписывать программу ничего страшно в переписывании программы нет поначалу я об этом не говорил потом когда начал потихонечку говорить люди как-то вот переписана программы там что с нами будет ничего не будет это норма вот и у наших чили переписывать программу дают ему периодически новое предназначение у нас это происходит у кого-то чуть быстрее происходит кого-то чуть медленнее учителя у всех разные чем более развита душа тем более развиты учителя и естественно они более слаженно контролируют все процессы все что с вами происходит в том числе и темных отгоняют так далее бояться выбора не надо выбор это наоборот хорошо выбор работу получить выбор пойти заниматься йогой одной другой третий то есть семью можно создать нужно без семьи развиваться то есть вообще проблем никаких нет я вообще никаких проблем не вижу наоборот только одни плюсы и об этом сами учителя говорят это даже не мои какие-то мысли последнее время и последний там год-два и вообще от себя но не знаю там несколько слов на сказал на канале все вещи которые говорю они в основном проверяются в ченнерингах добывая какие-то мои философские мысли но их практически уже не осталось на канале просто хочется именно давать информацию первоисточника чтобы у вас складывалось понимание какое-то от себя я могу всегда говорить вот первая лекция на канале далее говорил как без ченнерингов но много информации она и совпадала но некоторые конечно перерабатывалось понималось добавлялась и так далее вот это тоже важно для многих людей тоже нужно начинать с такой информации чтобы вам гораздо легче было и они могли двигаться дальше так заканчу это видео лекцию всего самого доброго удачи до свидания